Добрый день! В эфире программа «Скажите, доктор» и с вами я, Владимир Зайцев. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить мужское здоровье, какие мужские болезни и в каком возрасте возникают чаще всего, можно ли избежать простатита и что больше всего влияет на мужскую потенцию. Об этом и не только. Мы поговорим с заведующим отделением онкоурологии и онкогинекологии, президентом Ассоциации молодых урологов России, кандидатом медицинских наук Александром Дзидзария. Александр Гудисович, здравствуйте! Здравствуйте, Владимир! Александр Гудисович, многие считают, что активная мужская жизнь и мужская сексуальность – это одно и то же, и это позволяет мужчине оставаться длительное время в хорошем тонусе, в хорошем состоянии. Так ли это? На самом деле, всё немного с другого конца надо смотреть. Так. Дело в том, что когда вы здоровы, когда у вас все ваши внутренние органы, все системы, особенно эндокринная система, функционируют так, как она должна функционировать, вы хотите того или не хотите, вы будете жить половой жизнью, ну, как минимум, хотеть жить половой жизнью. И чаще всего говорят, что вот мужчина не живёт половой жизнью, поэтому у него проблемы. На самом деле, он как раз-таки и не живёт половой жизнью, чаще всего это так, потому что у него есть внутри проблемы. Потому что основа жизни – это желание размножаться, желание заниматься сексом, делать это регулярно. И если вам этого не хочется, то, скорее всего, есть какая-то внутренняя проблема. Иногда, конечно, может быть, это и психологическая проблема, но чаще всего подоплёка – это чистая эндокринология. Поэтому, если ты здоровый мужчина, неважно, там, 20 тебе лет, 30 тебе лет, 50 лет или 65 лет, ты должен хотеть заниматься любовью. Эндокринология прозвучала как ключевое слово. То есть тогда надо, наверное, сказать про гормональный фон, про гормоны, про заболевания, которые это провоцируют. Вы знаете, во всём мире мужским здоровьем, именно в плане гормонов, занимаются, на самом деле, андрологи. – Андрологи. – Андрологи. У нас этой специальности как таковой нет. И мужчинам мы в некой степени забыты, я бы сказал. Потому что иногда нас лечат урологи, иногда люди с сертификатом андролога, хотя это не сертификат, их не существует. Нет сертификата, если на двери написано «андролог», это уролог. – Не верить этому? – Не верить. Этого профессии нет официально. То есть есть курсы, человек прошёл, и на двери написано «андролог». По факту это всё урологи. – Уролог. – Или бы эндокринологи занимаются мужским здоровьем. Но вообще, если быть хорошим специалистом, нужно быть сведущим во всех этих ипостасях, во всех этих направлениях. Только тогда, комплексно подходя к решению проблемы, вы сможете давать ответ на вопросы. Без эндокринологии хорошим урологом не быть. Без понимания каких-то базовых хотя бы каких-то азов невозможно лечить мужчину. Вы знаете, говорят, простатит неизлечим. – Так. – Откуда вообще это пошло? – Ну, вы скажите, конечно. – И мужчина приходит в 30 лет, в 25 лет, в 40 лет, и ходит каждые 3-6 месяцев лечится, всё возвращается, и говорят, вот простатит вылечить нельзя. Почему? Откуда вообще это пошло? – Да, пожалуйста. – Потому что, ну, по моей практике, особенно у молодых, 70-80, иногда даже 90% жалоб касательно простатита – это на самом деле эндокринные проблемы. То есть у мужчины дефицит половых гормонов, он хорошо занимается любовью, сексом, у него есть желание. – Так. – Он, возможно, выглядит даже хорошо, но его дефицит проявляется иначе. То есть дефицит, его картина, она у всех разная. У кого-то это, допустим, ночные походы в туалет. – Так. – У кого-то это отсутствие мотивации вот этого мужского стержня, то есть меняется только характер. И при этом, когда приходит мужчина, он не выглядит, как альфа-самец, видно, что он гипогонадик. То есть человек с низким уровнем тестостерона. – Каким он будет? Визуально? Как он будет выглядеть? Что он будет говорить? – Может зайти спортсмен визуально, и у него будет очень низкий тестостерон. – Как вы поймёте это? – Вот так вот с входу. Если бы я мог понять, просто взглянув, что толстый, не толстый, да, или спросив, сексом занимаетесь регулярно, всё хорошо, то, наверное, я бы на анализы никого не отправлял. Но и одних анализов недостаточно. И беседовать надо, и опросники заставлять нужно заполнять, и анализы смотреть, и бэкграунд, то есть прошлое смотреть. Поэтому желательно приходить к врачу не тогда, когда у тебя есть проблемы. – Совсем всё плохо. – А тогда, когда у тебя уже, ну, пришёл какой-то возраст, ты хочешь регулярно проверяться, не потому что у тебя что-то болит, чтобы было с чем сравнить. – А какой это возраст, скажите, пожалуйста? – Честно, я считаю, вот как женщина к гинекологу ходит регулярно, вот как только цикл появляется, так и мужчине по-хорошему. Вот с 18-ти, с 20-ти лет я бы вёл регулярную мужскую диспансеризацию. Вы знаете свой уровень тестостерона? – Конечно, нет. – Нет, а почему «конечно да» должен быть ответ? Почему не «конечно да»? – Не знаю. – Вот в том же и дело. – Я потому что не считаю это необходимым, будучи доктором. – Да, а это не так, потому что есть проблемы, которые вы чувствуете. – Очень просто, вы придёте ко мне в 60 лет со склерозом предстательной железы, и вы придёте тогда, когда вы уже придёте к тому моменту, когда это можно будет лечить только хирургически. Потому что изменения каждый, каждый, каждый день, это как, знаете, со зрением, со слухом, нет такого, что с утра проснулся и оглох или ослеп. Каждый день потихоньку это вкрадывается в вашу жизнь, и многие вещи кажутся вам нормальными. Ну вот то, что я встаю один раз за ночь в туалет, но делаю это под утро, и мне, в принципе, вставать, и я, ну, вроде бы от этого не должен здоровый мужчина… – Испытывать неудобства. – Да, он должен просыпаться либо от будильника, либо потому что выспался. От того, что вы хотите в туалет, начинают, а я там попил, а я не попил. Нет, так это не работает. Есть отдельные опросники старения. Или, допустим, мотивация, желание, вот это, допустим, у вас ощущение, что лучшая часть жизни позади. Это тоже один из признаков дефицита тестостерона. У тестостерона порядка 50-70 функций, ну, по разным источникам. Вы, вот даже будучи врачом, будете думать про три – толсто-не толсто, стоять-не стоять, и как он мочится, всё. А остальные 67… – Ну, 67 не надо. Перечислите ещё пять ключевых, может быть, то, о чём нужно задуматься мне, как доктору или пациенту-зрителю. – Ну, вы хотите что-то для такой самой диагностики дома, да? – Ну, для понимания в голове, для понимания, что мне нужно к вам. У меня всё хорошо, у меня нет проблем, как я считаю. – Вот, знаете, 80% тех, кто так считает… – Я не самонадеян, Александр Ильич. – …когда им даёшь листок бумаги и говоришь, вот один опросник, вот второй опросник, изобрази, заполни, заполняет. Ну, говорю, ну, где нормально? Нормально, кажется. Если бы те изменения, которые сейчас, ваша половая жизнь, возможно, ваша энергетическая способность к делам, к трудопроизводству, её сравнить сейчас и в 20 лет… – Ну, конечно, она будет разной. – А почему, конечно? – Ну, как? – А почему как? – Ну, потому что в 20 лет я не был седым, в 20 лет у меня не было… – Вот это нужно убирать из головы. – Так. – У нас мужчина с гипогонадизмом, и в вашем представлении это мужчина с большим животом, это мужчина, который пьёт пивко, который не занимается спортом, он таким становится, когда он проживёт с этой болезнью уже 10-15-20 лет и придёт ко мне тогда, когда уже поздно. Большая часть пациентов с гипогонадизмом – это молодые пациенты. – Какой возраст? – Молодые – это какой возраст? – 30-35 лет. – 30-35 лет – это большая часть гипогонадиков сейчас. А многие и в 20 лет уже имеют низкий тестостерон. Не возраст показатель. Есть много пациентов у меня, которым 70-80 лет, и у них отличный тестостерон. – И они конь-огонь. – Да, не возраст показатель. А есть 17-летние приходят, есть 20-летние приходят, есть люди после травмы. – С возрастом возникает пресбиопия – старческая дальнозоркость, пресбиокузис – старческая тугоухость, наверное, ещё что-то старение. – Есть, конечно, старение. – Полового старения не существует у мужчин. – Есть. И количество в половых актах меняется. И поэтому уровень тестостерона градируется от возраста. И поэтому желание… Есть такой белок старения ГСПГ. В 20 лет он у вас 20, в 40 лет он 40, 60, 60. При одном и том же уровне тестостерона количество свободного тестостерона вам будет доставаться меньше. Потому что ГСПГ, он связывает тестостерон необратимо. И при тех же уровнях тестостерона свободно – это тот, которым вы можете пользоваться. Вам будет доставаться в меньшем количестве. Но это нужно уметь читать. Вот те же анализы интерпретировать. Человек приходит и смотрит ГСПГ от 17 до 60. Уролог смотрит в норме. Но не может в 20 лет быть ГСПГ 65-70. Хотя он в референт попадает. Потому что референт – он другой. Где это референтный? Как по ферритину. От массы тела надо считать. Ну, примерно. То есть ферритин у женщины… Ну, возьмём женщину, допустим. 50 килограмм и 150 – он не может быть одинаковый. Просто умещаться в референтном. Конечно, конечно. А про зрение, глухоту. Ну, если человеку мешает зрение водить машину, жить, а общаться с людьми, вы будете коррегировать это? Конечно. Ну, а почему желание заниматься сексом, если у неё есть жена, сказать – это возраст, идите. Вот так поступают многие пациенты. А соглашаться, не соглашаться – хорошо, можете не соглашаться. Нет, я согласен. Так вы вообще сейчас в глазах, в моих глазах и в глазах телезрителей просто мужского, так сказать… Пойдём дальше. Болезнь варикоцеля. Слышали про такую болезнь? Короче, что она никак себя не проявляет до тех пор, пока у вас атрофия органа не возникает иногда? Что у вас может быть снижение тестостерона из него, у вас может быть отсутствие фертильности, то есть у вас может быть спермограмма плохая, и вы в 15 лет это не поймёте. А некоторые и в 30 не понимают. А в 30 уже поздно лечить его. Да, но у меня друга вылечили. Это значит, что может быть без показаний лечить, потому что в таком возрасте лечит только если болит. А свой вред в плане репродуктивной функции, в плане атрофии органа – это в 17-18-20 лет. Там была другая история – не могли забеременеть, думали, так сказать, кивали на барышню, а оказалась, так сказать, в приятели вся история. Прооперировали… Чаще всего не так. Ну… Объясню, как это работает. Яичко-2. Да. В одном мюклеате сотни миллионов сперматозоидов. Даже если это яичко отрезать, а варикоцеле касается только одного яичка спермограммы, она лучше чаще всего не становится. Она становится не хуже. Это раз. К 30 годам свой вред максимальный. Но эту операцию все очень любят. На ней легко руку набивать, ей хорошо тренироваться, и это хороший способ заработка. Поэтому эти операции нужно делать у больших хирургов. Вам делают варикоцеле, а вы еще полугодика пробуете, и просто приходит время, когда у вас наступает зачатие. Большая часть, к сожалению, зачатий, когда лечат варикоцеле, потом ребенок появляется, потому что супруги просто продолжают пробовать. Вот и все. Давайте к возрасту вернемся. Значит, вы, я извиняюсь за слово, утверждаете, предполагаете, как угодно называете, что и в 70, и в 80, в 85 лет столько, сколько мне Бог отвел, я могу иметь прекрасную эрекцию. Может быть, так сказать, это будет не РЗСО, да, это может быть, там будет не кувалда, но что-то близкое к этому. У вас может быть в 30 лет плохая эрекция, и это не связано с гормонами. Это просто ваша физиология. У вас может быть в 70 лет хорошая эрекция. И как и зрение, как и слух, он у меня может быть отличный. Я могу быть музыкантом, я могу быть певцом, и мне будет 70 лет. Но если есть возможность поправить и сделать жизнь человеку полноценной, благодаря, допустим, ношению очков, либо коррекции зрения или линз, почему это не сделать, если это делается вот так? Я полностью, вот, как раз мы к этому и подошли. Что вот это вот так? Кому нужно варикоцелис оперировали? Каким будет лечение, рекомендация, профилактика для того, чтобы эректильная, репродуктивная функция была вот такой? Принцип такой. Смотрим на резервы организма. Есть ситуации, когда это болезнь. Вот самая главная наша задача – это понять, болезнь – это либо состояние. Как болезнь называется, извините? Простатит? Нет, простатит – это, ну, как бы, мы про эрекцию. Эрекция и простатит редко связаны, на самом деле. Слово болезнь. Ну, какая болезнь? Ну, гипогонадизм. То есть, это снижение уровня тестостерона. У него много десятков проявлений. Тазовая боль, тянущая боль в яичке, там, нарушение иннервации мышц тазового дна. И, соответственно, мы смотрим, снижен тестостерон. Ему на жизнь его не хватает. Иногда он не снижен, но на его конкретный ритм, вот он профессиональный спортсмен. Либо он, допустим, ну, политик. Вот у меня приходит некий, там, министр пришел, и говорит, что вот у меня вот не хватает сил эмоций. Если бы он жил в деревне у бабушки, ничем не занимался, это, знаете, как расход автомобиля. На одном и том же бензобаке с одним и тем же двигателем я могу проехать разные расстояния. Ну, конечно, и моторесурс. Да, и не всегда, допустим, та же заместительная терапия, когда мы даем тестостерон, она потому, что организм болеет. Просто тот ритм жизни, который он не может поменять, он, к сожалению, вынуждает его, чтобы оставаться здоровым. Чтобы не было саркопении, то есть это дефицит мышечной ткани, не было остеопении, то есть это проблем с костями, не было проблем со связками, которые он почувствует не сейчас. Не сейчас. Не в 46. Не в 46. А в каком возрасте? А в 60. В 60. И вы придете и скажете, а почему у меня развалились коленные суставы, почему у меня порвались крестообразные связки, вот я просто развернулся, на месте повернулся. Почему я всю жизнь занимался волейболом, а сейчас так? Я скажу, а потому что ресурс в организме, он большой, но на всех системах внутренних он ограничен. Многие болезни, в том числе гипогонадизм, почему он стал появляться, почему это так насущно? Люди живут дольше, из-за этого тот же Альцгеймер прогрессирует, ну посмотрите классическую литературу, 35-40 лет это уже старики были. Сейчас средняя продолжительность жизни, если вы не умерли от какой-то болезни, от травмы, это 85-90 лет. Люди не умирают от старости. Что в принципе предлагает медицина, урология, что будет, к чему, на что мужчине настраиваться? Потому что мужика страшит. Это мое время, это мои деньги, это мое доверие, недоверие. Ну вот пойду, что-то напичкал. Если проблема в тестостероне, то чаще всего это заместительная терапия. В отличие от щитовидной, допустим, железа, вы не можете добавить столько, сколько не хватает. Там 150 должно быть, она выделяет 100, я вот возьмите 50. Здесь так не работает. А как? Здесь полное замещение. Либо вы полностью на своем, либо вы полностью на чужом тестостероне. Пожизненная это будет терапия? До тех пор, пока вы не нуждаетесь. То есть на ней, в принципе, можно просидеть 10 лет, пока вы у руля, пока на вас большая нагрузка. Да. И, возможно, своего природного тестостерона вы можете потом слезть с этих препаратов. И в другом ритме жизни вам будет этого хватать. Я как раз хотел спросить. Ну, это не то, чтобы синдром отмены, да? Не получится ли так, что я уже начал принимать и уже все там? Нет, вы можете годами сидеть, сидеть грамотно, при этом не теряя фертильность. Если, допустим, у вас в планах ребенка еще сделать, мы просто такую сочетанную терапию вам делаем. И вы сидите на тестостероне и при этом фертильные. То есть у вас яички продолжают выделять свой тестостерон и сперматозоид. То есть вы не выключаете функцию яичек. Хорошо. Скажите, пожалуйста, пришел, обратился, вы назначили мне терапию. Я прямо четко, регулярно, методично принимаю. Мои ощущения, как мужчина, останутся на том же уровне? Или произойдет яркость и взрыв эмоций, и моя потенция вообще поднимется до небес? Надо четко понимать, есть понятие гормонозаместительной терапии. И цель ее это, чтобы вы были в реферинге. Что такое реферинг? Реферинг – это норма. Нормальные значения. Да, это не спортивные достижения. Это не когда цифры какие-то вау высокие. Это здоровье. Самая главная цель – это здоровье. Я сейчас про ощущения спрашиваю. Вы будете себя чувствовать здоровым человеком. И, возможно, если вам… Вот самый лучший тест, знаете, какой? Какой? Приходит и говорит, что все хорошо. Я говорю, окей, все хорошо. Торгуешься с ним, говорит, месяц попробуем или два. Он задает анализы, он видит, что они в пределах нормальных значений. Так. Я говорю, если дело не в дефиците тестостерона, я вам ничего, кроме тестостерона, не поправил и не давал. Никаких свечей, никаких массажей мы не делали. Почему вы перестали вставать ночью? Почему вы стали более энергичными? Почему вас перестала раздражать жена? Почему вы открыли новые проекты? Почему вы встаете рано выспавшиеся? Почему вы решили пойти на спорт и получаете удовольствие от него? Почему еда вкуснее стала? Вот это все меняется. Но это уже не мало. Это не мало? Конечно. Но, еще раз говорю, ваши изменения, которые с 17-20 лет по сегодняшний день произошли, если бы они произошли за три дня, вы бы их резко ощутили. Но улучшение в хорошую сторону, в лучшую сторону, вы довольно быстро почувствуете. И тогда, понимая, что это вам дало, вы четко понимаете, где вот эти все остальные десятки функций тестостерона. Потенция усилится? Если у вас она была в порядке, то она останется такой же. То она такой же останется? Да. Вы не станете секс-гигантом. Вы будете в норме своей физиологии. Если вы по своей физиологии можете, как многие, знаете, там, 3-4 раза за ночь, говорят, то вы, значит, будете те же 3-4 раза за ночь. Но не будет такого, что на своем-то стороне это один раз, там, 3 раза в неделю. Да, хотя бы бонус. Было 3-4, а стало 13-14. Будет так, как в вашей природе заложено. Заложено. Да. И, к сожалению, мужчины воспринимают визит к урологу, к андрологу, к эндокринологу как признание какой-то слабости. Это не слабость. Это то же самое, что у меня будет сейчас поломанная рука, здесь будет торчать кость, и я буду говорить, я к врачу не пойду, все хорошо, так должно быть. Кость обратно вдавлю и скажу, извините, я пошел. Этого не должно быть, и культура воспитания должна быть. Да, это правильное слово, культура. Онкология, допустим, та же, не будем забывать про нее, она возникает у мужчин, кто живет с низким тестостероном чаще всего. И если вы не ощущаете, не можете понять это по качеству своего секса, потому что он может быть в порядке. Да, вполне ярким. Именно то, что, как вам кажется, вас делает мужчина, это на самом деле не дает никаких пониманий об уровне тестостерона. Как часто пациент должен приходить к доктору? Есть какая-то регулярность? Раз в полгода, раз в год? Может, раз в месяц? Если есть жалобы, обязательно. Если вы хотите за собой следить. Про профилактику говорим. Профилактика. Ну, скажу честно, после 30 раз в год желательно уролога посетить. И это визит не пальцем, знаете, в ванну, чтобы доктор залез. Да, да. Надо как-то от этого уходить. Я вот последние несколько лет, вот сколько мне пациентов именно, я не люблю простатит лечить, но с ним сколько обращались. Сейчас про него спрошу. Ни одного я не лечил с помощью массажа. Это все атовизм, это все, ну, такое, отголоски прошлого. Все это сейчас по-другому лечится. То есть мы не лечим следствие, мы лечим причину. Если пациент молодой, ну, желательно в 14, 17 или 18 лет хотя бы один раз обязательно пойти к урологу. Но не в школьную, в поликлинику. Да, да. А вот действительно отвести ребенка, посмотреть, что с половыми. Потому что если упустить момент пубертата, вы видите, что ребенок растет, у него большие груди. Пубертат это взрослые. Да, и пубертат проходит не так. Сверстники растут, а у него груди выросли. Он толстенький, а динамичный. Половые признаки не развиваются. Отведите, пока еще можно. Пока еще вы не упустили момент, что это можно поправить. Ту же спермограмму, те же проблемы с яичками. Там обязательно там самодиагностика, вот как у детей проверяют, на месте ли яички. Если был криптархизм яичков, мошонку не опустило, следите, научите ребенка следить. У него есть возможность, у которой нет женщин, они не могут свои яичники ругать. Вы сейчас говорите об очень деликантном моменте. При условии, что я папа, у меня есть сын, при условии, что я доктор, и мой папа тоже был врачом, что у нас династийность, и, наверное, сын тоже станет врачом, я вряд ли полезу к нему в яички. В лучшем случае это сделает мама. Объясните ребенку, научите, пусть это будет с каких-то занятий в школе. Потому что основная проблема, знаете, у нас как в поликлинике. Ты взрослый, ты в детской поликлинике. И между урологами то же самое. Есть же детская урология, отдельная специализация. Вот мой шеф-начальник, профессор Павлов, он с докладами выступает о том, что вот как раз нет этой преемственности. А многие болезни взрослых, они родом из детства. Даже такой доклад у меня есть был, родом из детства. И вот это надо понимать, что это одно целое. И я очень надеюсь, что мы к этому придем. Ну дай бог. Но вы настолько ярко и убедительно рассказываете, что не прийти невозможно. К вам как специалисту и как к культуре, так сказать, о которой мы начали говорить. Я хочу про простатит у вас спросить. Это приговор? Это какая-то необходимость? Это возрастное неудобство? Это неизлечимое состояние? Это будет у нас у всех. У кого-то в 40, у кого-то в 50, у кого-то в 80. Что об этом можете вообще рассказать? Какая вот сейчас современная тенденция вообще отношения к этому? Любой орган может болеть. У вас периодически может болеть горло. У вас периодически может случаться бронхит. У вас периодически может появляться изжога или обостряться геморрой. Простата ничем не хуже любого этого органа. Ну, любого другого. Болеть, ладно. Геморрит болит, простатит болит. Мы говорим про гиперплазию, но то, что раньше по-другому называлось. Это одно. Простатит – это всё-таки воспаление. Гиперплазия – это появление узла. Так. И когда вы придёте с жалобами в 60 лет, вы придёте тогда, когда она будет такого размера, что у вас придётся уже либо хирургически оперировать, либо хирургически уже какими-то большими объёмами тканей придётся манипулировать. И, соответственно, вы и восстанавливаться дольше будете. И, возможно, даже уже открытая операция понадобится в зависимости от того, где вы живёте. В каком возрасте надо прийти, чтобы открытой операции избежать вообще хирургического лечения? С 30 лет наблюдать. С 30 лет. Да. И дальше от увиденного врачом как бы действовать, грубо говоря? В 30 лет аденомы не будет, но если в эту культуру следить за собой вы придёте. Знаете, я ни одного ещё человека не видел, который в молодом возрасте получил рак. И то, что он выбыл из статистики, его это не успокаивает. Поэтому даже если это будет одна спасённая жизнь, пусть тысячи человек лишний раз пойдут к врачу. Это... Я просто онколог по своей основной специальности, поэтому я про онкологию говорю. Но по поводу простатитов, все вот гуглят простатит, как его лечить. Поверьте мне, 8 из 10 простатитчиков это пациенты с проблемными гормонами. И не нужно никаких антибиотиков. Они приходят ко мне по 3, по 5, по 7 лет лечатся антибиотиками. Мы их ставим на ноги за 2-3 месяца без антибиотиков, без свечей, без противовоспалительных препаратов. Я не люблю болезнь эту лечить. Может быть, поэтому я её хорошо лечу. Да. Чтобы они больше ко мне не приходили. Потому что, к сожалению, урологи как лечат. Снял обострение, он к тебе вернулся через 3 месяца. Особенно в частных клиниках. И я вот чуть другую концепцию. Я хирург. И мне простатит лечить неинтересно. Финальный вопрос. Проведу тонкую аналогию. Я врач отреноларинголог. И лор ассоциируется с проколом с пункцией гайморовой пазухи. Уролог, извините, увы, ассоциируется с массажем предстательной железы. Мы об этом чуть вскользь сказали. Это, ну вот я приду, и он скажет, давайте я полечу. Вставят мне палец, я извиняюсь, в попу. Что-то там будет меня массировать, а мне не надо. Ну, может быть, надо. Я не знаю. Я не знаю, что у меня прямо сразу будет эффект. Может, не будет. То ли это профилактика. Как сейчас к этому относиться? Появилось ли что-то новое, что заменяет? То ли это была некая временная необходимость, что не было... Ну, правильные слова сейчас говорите. Да. Расскажите, пожалуйста. Потому что вот меня как мужчину это беспокоит. Меня вообще страшит. Ну... Если взять европейские рекомендации, вот я член нескольких ассоциаций, американские и европейские, там нет нигде массажа простаты. Он нигде даже не упоминается вскользь как метод лечения. Уже на протяжении десятков лет. У нас, к сожалению, это лечит. Это во-первых. Во-вторых, нельзя приходить к врачу, не имея ничего, и давать себя массировать. Потому что если у вас в простате есть кальцинаты, вы повредите простату. Вот поэтому обязательно сначала ультразвук. Это первое. Второе. Вот эти все исследования, когда берут, допустим, ПЦР, тоже ассоциируется уролог с ПЦРом взятием. Можно брать, если это мужчина репродуктивного возраста, у него нормальная эрекция, он может просто сдать сперму на посев. На ту же ПЦР диагностика, это диагностика инфекции. На ту же микроскопию посмотреть, есть ли экоциты, нет. И это будет более информативно, потому что вы не из ретро берете. Вы берете из простаты, из семенных пузырьков, из яичек, можно сказать. Ну, в яичках редко бывает инфекция, из придатков. Поэтому надо быть современным. И не только... Я люблю, когда пациенты приходят и образовываются на приеме. Я не говорю, пей, вставляй, делай. Я объясняю, что с тобой, почему... Есть такая наука, эпигенетика. То есть мы рождаемся с определенным набором генов, но стану я диабетиком, если у меня мама диабетик, или не стану, во многом зависит. То есть активность генов я могу поменять через свое питание, образ жизни. И наше здоровье, это врачи, как говорится, лечат болезни, а здоровье пациент должен добывать сам. Старение – это не болезнь. И это самое главное, что мужчина должен понять. Старение – не болезнь. Я седой, вы седой. У вас, у меня есть мимические морщины. Это же не единственные признаки старения. Да, да, да. И это не болезнь, это состояние. И его иногда надо корректировать. Не тогда, когда все, караул, как плохо, а тогда, когда можно сделать так, чтобы 65 лет у вас были здоровые суставы. Чтобы вы своим ребенком могли пробежаться, когда он спортом начнет активно заниматься. Или поспаринговать, если вы чем-то с таким занимаетесь. Себя надо любить. Александр Гудисович, большое вам спасибо за информативный и содержательный разговор. У меня в гостях был заведующий отделения онкоурологии и онкогинекологии, президент Ассоциации молодых урологов России, кандидат медицинских наук Александр Дзидзария. И сегодня мы постарались ответить на самые актуальные вопросы на тему сохранения мужского здоровья. В эфире была программа «Скажите, доктор», а я, Владимир Зайцев, прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова